Всем доброе утро, дорогие друзья! Вы попали на мой канал, а это значит, что начинается новый влог. Если вам интересно, что будет происходить на этот раз, то оставайтесь со мной. Ну что я вам хочу сказать. Завтра итоговая по гистологии. Итоговая спустя две недели учёбы. Две недели. Это второе занятие. То есть первое занятие, и вот на втором у нас уже итоговое. Это ужас, на самом деле, потому что нам не выдали даже учебники по гистологии. У нас нет учебников. Нам выдали только рабочую тетрадь. Это было на прошлом занятии. Мы ещё толком ничего не понимаем. У меня вся группа просто сидит вообще не понимает, что происходит. У нас итоговое. Завтра. Первое. По гистологии. Можно сказать, спустя неделю просто было одно занятие. Всего одно. Я не знаю. На самом деле, меня очень расстраивает нынешняя система обучения тем, что, типа, блин, самообразование. Учитесь сами. Мы будем вас только проверять. Ну, очень мало преподавателей, которые прям досконально что-то пытаются нам объяснить. Нет, в основном все просто спрашивают. То есть мы приходим на занятия, у нас просто происходят опросы по теме, и всё. И это очень грустно. Ближе к двенадцати ночи, когда происходит такая хрень, меня прям это дико бесит. И я очень сильно возмущаюсь по этому поводу, потому что я считаю, что это ненормально. Я считаю, что это ужасно. Блин, мы будущие врачи. Нам нужно просто разжёвывать всё и засовывать вот так вот в рот, чтобы мы это начинали понимать. А мы ничего не понимаем. Ну, это, блин. Почему говорят, что учёба в меде сложная? Да не бывает сложной учёбы. Бывают сложные преподаватели. Я так вам скажу. Очень-очень мало хороших преподавателей. Всё больше преподавателей, которые за самообучение. Я против. Я прям максимально против. Как будто бы я должна была родиться со знаниями гистологии. За что? Сейчас буду заполнять рабочую тетрадку, печатать какие-то файлы от предыдущих курсов и учить хотя бы по файлам, потому что я не знаю, как это завтра сдавать. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сейчас мы сидим на лекции по анатомии. И будем с Сашей учить и прорешивать гистологию. Я распечатывала себе все вопросы, которые, по идее, сегодня должны быть. Вообще, я не знаю, что из этого получится. У нас все переживают безумно за эту итоговую, но все стараются. Ужасно душно в аудитории. Прям очень-очень-очень жарко. А ещё шапочки надевать. А ещё в шапке сидеть. Ну что, мы стоим перед итоговой, все с файлами, все что-то читают. На самом деле, очень страшно. Вы боитесь? Да. С днём двойки получим. Ну, с днём двойки. Короче, вот такой вот у нас файл. И здесь, ну, как бы, типа ответы на тесты. Мы вот пытались его заучить, но не знаю, что из этого получится. Надеюсь, всё будет хорошо. Мы узнали, что будет у нас вопросов. Пискинь в группу. Ура, 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 ура. Саша, радуйся, давай. Ура, 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 ура. Интересно, что вы думаете, что четыре. За что? За что? За устные? Я знала. Я уже когда сдала, я поняла, что у меня там в кое-каких заданиях ошибки. И, короче, я уже знала, что у меня там не пятёрка, не не четёрка, наверное. Я очень рада, что я сдала, и мне не нужно будет пересдавать. Ребята, быстренько покажите свои оценочки. За первую итоговую по гисте. Ура! Ой, это тройка. Аня, ну давай, ты у нас звезда, покажи. Пятёрку, единственную. Я села первый итог с первого раза. Ура! Ура! Не знаю, я счастлива и довольна. Я думаю, что все люди, которые учатся в меди, меня поймут, что тройка — это очень даже хорошая оценка. Всё, я счастлива, ничего пересдавать не надо. Боже, я сам счастливый человек на свете. Ну что, мы с Сашей пришли в Латебар отмечать нашу первую итогу. Давай, чёртнемся кефеком. Сейчас будем кушать, и потом у нас в 16.50 только начинается лекция. Вообще, чверк — это самый долгий день, потому что у нас всё очень поздно заканчивается. Я не знаю, во сколько сегодня буду дома. Как-то так. Смотрите, как у Саши милый кофе. У меня куча сердечек тут просто. Ребята, может быть, я хоть раз запечатлю снег у себя в блоге. Но у нас идёт снег. Я не знаю, видите вы его или нет. Видели? Мне на нос только что он сел. Ну что, мы прибежали на следующую лекцию. Я так не хочу надевать халат, если честно, потому что мне жарко. Вот. И сейчас у нас будет лекция по ЗОЖ. Саша заполняет тетрадку по биологии, а я буду заполнять тетрадку по гистологии. Ну и слушать, собственно, лекцию про здоровый образ жизни. Я не знаю, насколько это будет информативно и полезно, но, в общем, посмотрим. Биология, гистология. Мне сейчас нужно заполнить вот целую тему. Может быть, даже следующую я успею. Что я вам хочу рассказать. Сначала мы поменяли локацию. Из главного корпуса переместились в морфо-корпус. Мы думали, что лекция будет там. Но в итоге нам сказали идти домой. Боже, посмотрите, как классно, ребят. Снег летит. Ну, кстати, на улице очень жарко, поэтому снег тает сразу же. Ну, не очень жарко, но не холодно. И он сразу тает, и, короче, не остаётся. Видите, снега нет. Он летит. Ну, что, я наконец-таки дома. Последняя лекция это было что-то с чем-то. Потому что всё очень долго длилось. Очень тяжело. Особенно потому, что это, блин, уже конец дня. Ты уже всё сделал. На всевозможных парах побывал. Ну, короче, устала я уже очень сильно. Сейчас сил у меня вообще нет. Мне нужно сделать по биологии просто дофига всего. Потому что я не делала пять тем. То есть я не заполняла тетрадь пять недель. Я не знаю, как так получилось. Но факт остается фактом. Мне нужно очень много всего сделать сегодня по биологии. Поэтому я сейчас чуть-чуть отдохну совсем. И пойду уже заниматься биологией. Я, кстати, распустила большой букет с цветами на две вазочки. Потому что я устала менять воду в огромной вазе. И у меня теперь вот один тут букетик стоит. Вот он. А другой вот тут. Красота. Ещё завтра я встречусь с Варей. Опять потому, что она улетает уже в субботу в Лондон. И у неё день рождения в марте. Обычно мы отмечали с ней её день рождения. Она была здесь. Но в этом году так не получится. Потому что она улетает раньше. И будет отмечать день рождения там. Я ей подготовила подарок. За которым я вчера ездила. Вот. Я его упаковала сама. Смотрите, какая милая бумага. Я сама выбирала. Короче, вот. Завтра нужно будет ещё встретиться с Варей. Обязательно ей его отдать. Чтобы она его в субботу на рождение распаковала. А у меня сейчас по плану будет биология. Весь день биологии. Весь вечер биологии. Я думаю, что я просто включу себе какой-нибудь сериал или фильм. И буду... И буду писать конспекты. Ребят, вы видите, как тяжело мне сейчас с биологией в университете. Но я хочу вам сказать, что мне было бы намного проще и намного легче, если бы я нормально готовилась к ЕГЭ по биологии. Потому что на самом деле первый курс состоит из, допустим, основных предметов химии и биологии. И это всё база ЕГЭ. То есть я с очень многим материалом уже знакома. Конечно, поверхностно и не так досконально. Потому что в своё время я, честно сказать, не очень хорошо готовилась к ЕГЭ по биологии. Но сейчас я понимаю, что если бы я готовилась просто идеально и разбиралась бы в темах лучше, прорабатывала бы всё это лучше, то мне было бы сейчас, конечно, намного проще. Потому что у меня также и цитология, и генетика, и всё это на первом курсе медицинского. И всё это вы будете проходить при подготовке к ЕГЭ. Поэтому сейчас я хочу рассказать вам про безумно полезный канал на Ютубе, который ведёт Миша Гис. Там вы сможете найти огромное количество видеороликов с разборами самых сложных заданий ЕГЭ по генетике, по цитологии. Кстати, по генетике очень важные задачи есть во второй части, которые Миша также разбирает на своём канале. И скажу вам по секрету, мне сняли один балл чисто за неправильное оформление. То есть у меня была решена правильная задача, но мне сняли один балл из второй части. Ни для кого не секрет, что вторая часть по биологии, она в принципе очень сложная. И Миша как раз-таки рассказывает и показывает всё настолько подробно, настолько досконально, что вам самим становится безумно интересно, и материал усваивается прям замечательно. Всё, что нужно сделать, чтобы хорошо сдать биологию, это просто перейти по ссылочке в описании и подписаться на Ютуб-канал Миши. Потому что у него огромное количество бесплатных видеообзоров, бесплатных видеоуроков, разборов второй части, первой части и в принципе вообще всей биологии. Сам Миша целых два раза сдавал ЕГЭ по биологии, поэтому у него просто огромный опыт, которым он готов с вами поделиться. Также он учился на биологическом факультете СПБГУ и участвовал в многих олимпиадах по биологии. А я вам хочу сказать по секрету, некоторые олимпиады намного сложнее, чем ЕГЭ. Да нет, вообще в принципе все олимпиады намного сложнее, чем ЕГЭ, потому что я тоже в них участвовала. В общем, ребят, это отличная возможность проработать какие-нибудь задания, которые вам непонятны, посмотреть еще раз, убедиться в том, что вы это понимаете, или же разобрать то, что для вас непонятно. Поэтому переходите, ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь. И не пропускайте его видео, потому что они действительно очень полезные для вас. Ну а я сейчас пойду дальше заполнять тетрадку по биологии и готовиться к следующему занятию. Ну что, сажусь писать биологию, заполнять типа рабочую тетрадку, хотя мы будем это писать в самых обычных тетрадках, кстати, заценить. Просто, чтобы вы понимали, пол первого ночи я заполняю тетрадку по биологии, вырезаю картинки отсюда и вклеиваю их в тетрадку. Больше же мне ничего, но нет, конечно. Спать? Да кто мы такие, чтобы спать? Что я вам хочу сказать? Два часа ночи. Два тридцать шесть. Я закончила. Кто-то там хотел посмотреть видео, как я всю ночь готовлюсь к занятиям. Вот, пожалуйста, смотрите. Всю ночь почти что. У меня осталось спать несколько часов. Часа четыре, наверное, в лучшем случае. Завтра у меня первая пара биологии. Сейчас я к ней готовилась как раз. Заполняла тетрадку, как вы видите. Рисовала тут вот это вот само всё. Тут много страниц, на самом деле, очень много. Очень много. Слишком много. Я просто проклинаю того человека, который... Ну, конечно, так нельзя говорить, но всё равно. Я его не люблю. Недолюбливаю того человека, который нажаловался на кафедру биологии, из-за которого нам отменили рабочие тетрадки. Это ужас. В общем, датра биология первой парой. И потом мы получаем учебники, и всё, и мы свободны. Поэтому завтра должны быть лёгкие деньги. Надеюсь, что я приду домой, а потом лягу спать. Ну, а всем спокойной ночи. Встретимся завтра. Доброе утро. Сейчас где-то 8 утра, и я безумно хочу спать. Очень было тяжело сегодня вставать, потому что я спала 4 часа. Вот. Сейчас я быстренько покушаю. Уже накрасилась, собрала. Я сейчас быстренько покушаю, и выезжаем на биологию. Потом идём получать учебники. Ну, а потом у меня там ещё всякие разные дела сегодня есть. Мы пилим в универ, и в дождь, и в снег, и в потопы, и в наводнения. Короче, опять у нас идёт снег. В 8 утра. Я уже приехала. Ну что, сидим мы на биологии. Я сейчас дозаполняла свою тетрадку чуть-чуть. И, короче, через 5 уже будет начинаться пара. Не знаю, что сегодня будет. Я первый раз, кстати, на биологии в этом семестре, потому что на прошлой паре я была на волонтерстве. А ещё, походу, мы теперь сидим в шапочках на биологии. Раньше мы ходили без шапочек. Кстати, я не знаю, где моя шапочка, взяла ли я её вообще с собой. У нас сегодня очень интересное занятие, потому что мы проходим крайне метрические точки, в общем, на черепе. И у нас здесь несколько черепов. Но они не настоящие, поэтому я думаю, что вам можно будет мне их показать. Они сделаны из гипса. В общем, у нас тут череп пятикантропа, неандертальца, и, конечно же, который, в принципе, наверное, человек, наверное, сказал наш. А, ну да, ещё будем свой мерить. Короче, должно быть весело. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая прикольная штука. Они подписаны. Сделаны из глины. У нас тут, кстати, тоже эволюция. Да, переставлено на картинке. Мы сейчас заносим измерение в табличку. И у нас за огнём идёт снежок. Просто. Вид прекрасный, я считаю. Я подопытная сегодня. Ты видишь, она цепляется за мой волос и расширяется. Это слишком много волос. Девять... Восемнадцать, я думаю, где-то. Да, где-то восемнадцать. Их тюопсидный такой. Их тюопсидный. Почему это не было в декабре, когда леса воплотила? О, кому-нибудь есть синий, тех с тобой делите? Четырлая. Вот такая маленькая голова. Прекрасные, просто прекраснейшие звуки. Восемь утра, то, что надо. Мы с Сашей ещё решили талию померить. И это... голову. Мы всё померили. Четырлая. Вот так вот. Мы померили ещё талию, голову, всё, что таком можно. Мы поверили. У Кати сейчас такого ещё... Ну всё, пара у нас закончилась. Сейчас мы... Не знаю, куда мы сейчас пойдём, но скоро получать учебники. Вот так у нас выглядит кафедра биологии. Ну, здесь ещё, короче, нет ремонта. Скоро будет, наверное. Это такая, можно сказать, немного самая древняя наша кафедра. Всё, получили мы учебники. Посмотрите, как их много. Боже. Ну что ж, мои хорошие, рабочая неделя закончилась, потому что сегодня суббота. И влог тоже подходит к концу, потому что учёба закончилась. У нас есть один день выходного, который я, как обычно, буду работать, потому что у меня куча дел на понедельник. Да и, в принципе, в воскресенье я делаю занятия на всю оставшуюся неделю. Если вам понравился этот влог, то не забудьте, пожалуйста, поставить мне лайк. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы больше не пропускать моих новых видео. Вы все прекрасно знаете, что я обожаю с вами общаться в Телеграме, поэтому переходите. Ссылочка будет внизу в описании. Также я напоминаю вам про суперполезный YouTube-канал с биологией. Обязательно переходите. Ссылочка также будет в описании. Ну, а на этом наш влог подошёл к концу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Ждите новых видео. С вами была Маша. И всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok